доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар давайте с вами рассмотрим что у нас с вами происходит на рынке и что ожидать ближайшее время ну во первых ближайшее время мы с вами можем ожидать это экспирацию текущего контракта она у нас происходит в эту пятницу 5 числа и поэтому у нас осталась последняя торговая неделя по текущему контракту с понедельника переходим на июльский опционный контракт и также важно помнить еще что у нас с 8 что то теперь таки с понедельника начнется активное закрытие июньских фьючерсных контрактов так как через неделю происходит экспирация июньских контрактов и фьючерсных контрактов и мы с вами переходим на сентябрьские фьючерсные контракты поэтому с 8 по 12 лично я буду торговать крайне осторожно пониженными объемами возможно даже какие-то дни вообще не будут торговать большую часть из этих дней так в эти дни очень часто происходит непонятно что и так давайте рассмотрим что у нас по рынку как видим евро доллар у нас устремилась вверх приближаясь к верхней границе рынка диапазон коридора вероятности также у нас смещается вверх и на прошлые недельки у нас появился опционный уровень с экспирацией 2 июля и как видим сейчас он у нас находится уже в зоне в области стать статистической досягаемости поэтому если евро у нас продолжит расти а такие предпосылки есть возможно даже сегодня он может у нас или в ближайшие день-два прострелить пробить этот коридорчик и мы увидим дальнейший рост за пределы верхней границы рынка где можно искать среднесрочные продажи среднесрочные продажи можно искать от уровня как я уже говорил с экспирацией 4 сентября на текущий момент это цена 1 12 21 и недавно появившийся обновленный уровень с экспирацией 2 июля по цене 1 13 11 вот от этих самых областей можно искать среднесрочные продажи как видим у нас нижняя граница рынка сильно припала на уровень 1 0 0 то есть на уровень паритет и здесь же она стоят уровне с экспирацией 4 сентября то есть большинство опционных игроков ожидают возможно предположить что ожидают сценарий дальнейшего падения евро доллара но к слову сказать что за много лет уже не раз наблюдаю такую ситуацию когда имеются крупные ожидания на паритете но ни разу евро доллар к этому уровню так и не ходил вот за те годы пока я наблюдаю за опционными уровнями это уже лет наверное 6 7 но пока что это довольно таки далекая перспектива обращать внимание на нее пока что не будем она находится далеко за пределами статистической досягаемости даже будь это новый опционный месяц когда у нас начнется с понедельника то коридор вероятности 95 процентов вряд ли будет достигать данной области поэтому на него внимание не обращаем обращаем внимание на более близкую нас историю картина и мы видим что у нас вырисовывается вот такая вот история вот такой анализ из классики то есть тех анализ идет довольно таки часто наблюдаю что чем ровнее у нас уровень поддержки и сопротивления в данном случае у нас видим здесь идет явный такой вот угол скос а здесь более-менее такая у нас прямая линия сопротивления и вот чем пример данная линия чем она пример ложится по точкам точнее бьется на уровень как говорят копейка в копейку то тем более вероятнее пробой данного уровня у нас тех анализ в данном случае складывается с опционным анализом то есть они взаимо друг друга подтверждают что мы ждем дальнейшего роста за пределы верхней границы рынка где крупные кроки будут хеджеры набирать позиции на продажу если мы взглянем на расстановку фьючерсов на расстановку сил то мы видим что у нас по кумулятивной дельте индикатор кумулятивной дельта находится вот закрылся возле нулевой линии то есть нет какого-то ярко выраженного падения как вот в прошлые дни у нас какое такое около флэтовое движение это говорит о том что возможно здесь это часто является подтверждением что вот в этих областях начинают работать крупные игроки в тихомолку потихонечку незаметно набирать позиции почему незаметно обратите внимание на еще вот эти квадратики зеленого и красного цвета на вот эти квадратики это у нас так называемые big trade это индикатор big trade то есть большие трейды которые у нас были они например вот в данном случае зеленые квадраты показывают что здесь сработали большие объемы асков в данном случае аске могут быть как на продолжение то есть это сработали покупки либо же это могут быть стоп-лоссы то есть здесь продавцы гряда продавали свои позиции продавали еврик и стоп-лосс у них стоит это как buy-stop который у них отслеживается по цене аск и когда цена аск этих продавцов достигает выставленного уровня выставленной заявки у него срабатывает обратная сторона сделки и позиция считается как бы закрытой красные квадратики это беды если например мы посмотрим давайте наглядно посмотрим историю это стакан цен но тебя настроим отфильтруем как минимум 100 контрактов и возьмем исторический уровень вот здесь и мы посмотрим вот этот участочек то вот мы с вами видим что на этом участке зеленый цвет это у нас работали аске зеленый цвет это у нас аске вот прошли объемы 180 156 123 то есть вот они довольно таки крупные контракте у нас сработали в этом направлении и о том что у нас здесь сработали стоп-лоссы говорит дальнейшее поведение цены то есть цена у нас не пошла дальше вверх она здесь затормозил асад в этой области и направила снизу например здесь также у нас сработали аске но цена прошла вверх то здесь у нас работали покупали и вот например здесь тоже у нас нападение начали покупать здесь видимо еще раз прикупились, и цена вот у нас шла вверх. Здесь же у нас сработали, можем утверждать, что сработали здесь 100+. Поэтому при пробитии данной области, при пробитии данной области, можно будет рассчитывать на дальнейший рост. Ну или если крупные игроки, как мы здесь видим, что, возможно, здесь крупники набирают свои позиции, пока, ну непонятно в какую сторону, мы не можем знать, куда они набирают свои позиции, предположительно, может быть, наверх, то, возможно, еще сегодня, может быть, завтра у нас цена может болтаться в коридорчике. Поэтому по еврику ждем. Как минимум я буду ждать следующего сценария, здесь у нас как раз проходят уровни call put опционов, и при пробитии данного уровня и подтверждении его, что он превратился из сопротивления в поддержку, ну, можно будет поискать интродейные покупочки с профитами в данной области 1.12.25, либо же до 1.13.18, 1.13.11. Вот в этой области искать уже выходы из покупок и переворачиваться на продажи, на продажи среднесрочные. Британский фунт. Вчера по нему перестроилась верхняя граница рынка, создав модель продолжения роста. И видим, что у нас сегодня появился опционный уровень с экспирацией 4 сентября на ценовом уровне 1.28.33. Поэтому мы вполне можем ожидать того, что цена, дойдя до данных уровней, до данной области, может пойти вниз. То есть здесь можем открывать среднесрочные продажи, искать среднесрочные продажи, если у вас будут формироваться какие-то разворотные паттерны. Почему данный уровень можно на него обратить внимание и искать от него продажи? Потому что он у нас, обратите внимание, совмещен, так сказать, по крайней мере совпадает с уровнем, где ранее были тоже замечены большие скопления ожиданий, то есть большое скопление денег. Далее они у нас припали немного, но появился вот уровень. Ну и по фунту более смотреть тут уже нечего, то есть ждем дальнейшего роста. 28.33 и здесь смотрим среднесрочные продажи. Австралийский доллар. По австралийскому доллару что у нас происходит? Австралийц у нас ушел уже за пределы верхней границы рынка. Несколько дней торговался на предпоследнем скоплении опционов по опционам кол. Здесь ожидались продажи. Вчера добрался до пограничных скоплений опционов кол. Но вот направляется дальше вверх. Интересная картина. И похоже, что вот из этих опционов кол, как мы видим, сейчас их на наших глазах превращает из сопротивления в поддержку. И коридоры статистической вероятности нам показывают, что у нас в принципе цена может уйти как на уровень 68.96, то есть вот здесь можно будет искать продажи, и на 69.98. То есть практически на 70 фигуру на данный момент цена может добраться. Если сегодня у нас пойдет рост, цена закроется, то есть день закроется ростом, то коридоры сместятся еще выше. И на текущий момент у нас что получается? У нас получается, что на этой неделе у нас экспирируется большинство опционов, то есть вот этого уже всего не будет. Останется верхняя граница рынка, но она может переехать куда-нибудь выше вверх к следующему понедельнику. Останется вот этот опцион, то есть в перспективе у нас в следующей неделе может начаться с ожиданий того, что цена может дойти до данного опциона, и здесь можно будет искать продажи. Поэтому, судя из такого расклада, более надежно будет искать продажи, начиная с 70 фигуры и вот этого опциончика. То есть из данных пределов 70-71 фигуры достаточно большой пока что размах. Поэтому наблюдаем, смотрим, как будет вести себя австралийский доллар дальше. Далее, канадский доллар. По канадскому доллару у нас цена также доходила до нижней границы рынка. Долгое время здесь флотовало. Появлялась небольшая подсказочка того, что особо верх канадец не ждут. Это появление опционов с экспирацией 29 мая. То есть буквально опцион открывали на два дня. Видимо, с расчетом на то, что цена успеет добраться до данных уровней и пойдет дальше вниз. Что у нас произошло далее? Цена практически добиралась до этого уровня, но ровненько до него не дошла. Вчера у нас перестроилась нижняя граница рынка, но не таки резко вниз, создавая модель того, что открывается дорога для возможного дальнейшего движения вниз. И как минимум, к вечеру у нас канадец резко припал. Сейчас вновь цена добирается до нижней границы рынка, но у нас появляются опционы с экспирацией 7 августа и с экспирацией в понедельник 22 июня. Поэтому вполне можем ожидать дальнейшего движения и искать среднесрочные покупки из области 1.33.11 и 1.32.30. Вот будет на данный момент хорошая область для поиска покупок, тем более в нее уже входит зона статистической досягаемости. И при закрытии сегодня дня понижения данная область спустится еще ниже и данные области полностью попадут в статистическую досягаемость. Где можно будет искать еще раз, повторяю, покупочки на средний срок. По франку. Франк у нас дошел, да, опять-таки до нижней границы рынка. Он у нас был и на верхней границе рынка, как вы можете помнить из прошлых обзоров. Он был у нас и на верхней границе рынка и, как ожидалось, пошел вниз от верхней границы рынка. Добрался до нижней границы рынка. Здесь у нас расстояние не очень большое, да, почти 100 пунктов. И что мы можем наблюдать? Мы можем наблюдать, что у нас цена направляется в область ожиданий скопления опционов. Где можем на данный момент, исходя из прошлых валют, ожидания, какие у нас могут быть ожидания, ждать франк. Франк у нас во многом повторяет еврик. Если еврик у нас направляется дальше наверх, то, соответственно, франк дальше вниз. И среднесрочные покупки можно искать вот из этих областей как минимум. Давайте посмотрим, какая у нас область. 95, 20, 94, 89. Если пойдет дальше вниз, то, соответственно, и вот эти области будут приспускаться. Так что вполне вероятно, что можем добраться и вот до этих областей. Поэтому вот эту обозначенную зону мы считаем как предпоследнее для поиска среднесрочных покупок. И вот эту как пограничную для также поиска среднесрочных покупок. Это у нас 94. Ну, 94 фигура. И остался у нас японец. Японец у нас долгое время флотует. Ходит в боковике. Ближе он у нас к верхней границе рынка, чем к нижней. Поэтому можем ожидать, что если все-таки у нас пойдет пробой вверх, то вполне может добраться до верхней границы рынка, до области 108, 90, 109, да, вот до этой фигуры. И здесь можно будет присмотреться к продажам. Более по японцу у нас ничего пока что нет. А на этом все. Всем успехов, попутного тренда. Подписывайтесь в группу Telegram, где я выкладываю обновления по опционным ожиданиям. Всем успехов, попутного тренда. Пока.